Телеканал «Россия», студия «Позитив» и ЗАО «Балтимор Холдинг» представляют Илья Олейников и Юрий Стоянов В русской народной передаче Добрый день, я к вам по поводу работы И правильно, что к нам У нас уникальная система поиска вакансий по ключевым словам Вы кем работали? В последнее время я работал паспортистом Замечательно, вводим ключевое слово «паспорт» Вакансий нет? Нет, я в фотоателье паспарту делал, рамки Но отелье разорилось Вводим новое ключевое слово Тоже пусто Кто вы по профессии? Ну, у меня самая древняя профессия Что вы говорите? А так вот сразу не скажешь Ну, в этом случае вакансии, думаю, навалом Нет, ну что вы, ну я палеонтолог Я специалист по останкам древних животных и растений Но, и это очень важно Мой, так сказать, основной профиль Это ископаемые окаменелости Юрского периода Ах, ископаемые! Да Ископаемые! Ну, так бы сразу и сказали В вашем случае ключевое слово Лопата Вакансии нашего городка Лопата? Я что, сам своими руками буду копать? Ну, что вы, ну, я вовсе не имел в виду Чтобы вы вот своими руками копали А, тоже хорошо Я имел в виду, что вы будете копать лопатой О, мудрейший! О, величайший! О, бесстрашнейший! О, всемогущий! О, светлейший! Гороче! Что тебе нужно, Евнух? Слушай, зачем лишний раз нам поминаешь, а? Увольняюсь я из твоего гарема О, светлейший! Нашел себе другую работу Вот заявление по собственному желанию Так, кроме собственного Других желаний у тебя, понятное дело, уже давно нет? Хе-хе-хе-хе Извини, конечно Так, где у нас тут ты? О, мудрейший! Отпусти меня, пожалуйста! И пусть мне зарплату выплатят за весь последний год Пожалуйста, обходную лист подпишешь, материальные ценности сдашь и гуляй себе Какие ценности, слушай? Что значит, какие ценности? Вот смотри, чалма рабочая, Евнуха Халат рабочий, Евнуха Халат парадный, Евнуха Чальвары, Евнуха Апахала, Евнуха Ну, короче, все Что мы тебе при поступлении на работу выдели Вернешь Получишь деньги А если не верну? Все же сгорело на работе В переносном смысле, конечно Ну, если не вернешь Получишь не деньги А то, что ты нам При поступлении на работу сдал Ну, в переносном смысле, конечно Палеонтология, значит А давайте мы с вами попробуем другое ключевое слово Скелет О, есть вакансия в школе Учителем я могу. А, ну тут надо подождать. Долго? От вас зависит. Тут написано, требуется скелет в кабинет анатомии. Максим Владимирович, голубчик. У меня к вам такой очень, дружочек, очень деликатный разговор. Я вас слушаю, Анатолий Прокопьевич. Вы ведь у нас недавно в школе, правда? Да. Дорогой мой человек, мне бы хотелось обсудить с вами некоторые ваши же педагогические, так сказать, приемы. А я не понимаю, о чем вы... Голубчик, Максим Владимирович, Это правда, что вы ударили ученика восьмого класса Петрушкина глобусом по голове? Да, да, правда. Он безобразно вел себя на уроки и... А что, родители жалуются? Да нет, родители не жалуются. А, Александр Петрушкин... Да, да. Причем тут вообще Петрушкин? Не знаю. Жалуется учитель географии. А почему? А вам не кажется, что это вот неэтично как-то по отношению к нему? Ну, почему неэтично? Вы ведь у нас преподаете что, голубчик? Анатомию. Да. Ну что, у вас своих наглядных пособий нет, что ли? Ну, куча же, куча просто. Анатолий Прокопьевич, можно? Вы что, не видите, что я занят? Вон отсюда! Максим Ильич, голубчик, вы подумайте над моими словами. Подумайте. Ну, подумайте. Плохо без работы. С женой отношения накалились. Утром выгоняет. Не сиди дома, иди ищи работу. Вечером, когда прихожу, где шлялся целый день. Слушайте, у меня точно такая же соседка. Абсолютно. Значит, она утром гонит безработного мужа из дому. Вечером она его чудовищно ревнует. А днем тайно приводит домой любовника. Нет, ну что вы, моя не такая. Моя совсем другая, она. Извините, мне домой надо. Срочно. Ой, господи. Ой, мамочка. Ой, приветик. Приветик, приветик. Приветик. Ну и где он? Ну, кто он? Ну, зачем ты меня обижаешь? Ну, зачем ты? Боже, как мне надоела эта грязь. Ты меня за кретина принимаешь, да? Ты принимаешь меня за кретина. Что такое? Где он? Кто он? Это твой любовник. Где он? Какой любовник? Где любовник? Ты сошел с ума просто. Ну, что ты говоришь? Здесь никого нет. Никого нет? Никого. Совсем. Ну, с этим совсем. Что такое? Что такое? Почему за кретина? Что? Что? Кто? 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 Кто в туалете, я тебя спрашиваю? Кто он? Там. Там этот. Кто? Как его? Ну, кто? Там. Туалетный гусенок. Там. Да, да, да. Да, да, да. Какой еще гусенок? Туалетный утенок, утенок. Кряк, грязь, 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 грязь. Молодец. Кряк, грязь. Что он там делает? Борется за чистоту. Что он там делает? А ты говоришь, грязь. Мне даже обидно слышать такое. Вот. И чтоб унитаз там блестел, как стеклышко. Оля. Кряк, 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 кряк. Да заткнись ты. Кряк, кряк. Кряк. Да че? Да че? Да-да-да. Да че? Хорошо, что домой сбегал. Жена, оказывается, переболела, ушла с работы и слегла. Вот даже как. Да. Ну, а че это вы так приуныли-то? Ну-ка веселее. Сейчас время энергичных, предприимчивых. Что оно такое? Быстренько, пишите о себе объявление в газету. Давайте. Энергичный. Энергичный. Палеонтолог. Ищет работу. Так? Ну, хоть так. Подписывайте. А? Я говорю, подписывайте. Ну, подписывайте смелее. Ну, елки-палки, вы мужчина. Мужчина, говорю, или нет? Мужчина! Ну, вообще, мужчина. Энергичный палеонтолог ищет работу. Интим исключен. Ужас. Ужас. Товарищ полковник, вызывали? Проходи, майор. Садись. Ну, майор, засиделся ты тут. Пора тебе понюхать пороху. Перейти, так сказать, на оперативную работу. Будешь работать под прикрытием. Ну, товарищ полковник, я же в аналитическом отделе. Я привык... А твой рост? 189. Твой рост как профессионала. Ничего. Поедешь в Саратов. Вот держи папку с легендой. Тут все детали я в мелочи не вникал. Сам ознакомишься. Гражданин Швейц... Гражданин Швейц? Гражданин Швейцарии. Швейцарии. Отто Крузе. Владелец часового завода. Какого завода? Какая Швейцария? Ну как, у меня дом в Альпах. Яхта на лазурном берегу. Свой самолет. Какой самолет? Ну, самолет. Жена. Мисс Европа прошлого года. В общем, понял. Надо так надо. Разрешите идти готовиться? Погоди, майор. Ты прав. Мы тобой вот так вот рисковать не можем. Придется все-таки самому, так сказать, на передний край. Иди. Ну как же, товарищ полковник. Вы же сами говорили, засиделся я тут и... Ну так вот, иди. Иди разомнись. Иди. Нифига себе. Нифига себе. Свой самолет. Дом. О, яхта. Мисс Европа. Товарищ генерал, я решил сам пойти. Да, засиделся я тут. Пора, так сказать, понюхать пороху. Пора на передний край. Товарищ генерал, суть задания. Гражданин Швейцарии, Отто Крузе, прилетает в Саратов. Понял. И заводит роман. Понял. С кем? С лидером местного гей-движения. Понял. И два месяца живет с этим лидером в его доме. Задание понял. Майор. 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 Я так хочу найти себе хорошую работу, чтобы у меня появилась машина. Есть верная примета. Пусть у вас всегда будет масло Хадо. Зачем? А типа приманки. Машины так любят масло Хадо, что раньше или позже они у вас появятся. А вы, извиняюсь, кто по профессии? Я HR-менеджер. Human resources. Ну, по человеческим ресурсам, то есть. Красиво говорите. А долго учились? Пять лет в училище на замполита. Там научили говорить. А потом недельные курсы HR-менеджеров. А там чего научились? Ну, там я научился говорить, что я HR-менеджер. Сказка. Сказка о говорящем зеркальце и кричащем мужике. Люди! 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 Чего ты стонешь, а? Пошел. Лю... Что ты вообще в моем лесу делаешь? Нет. Дедушка. Дедушка родненький. Я выжил из машины по нужде. В лес. И заблудился. Я неделю по этой чаще блуждаю. Как мне к дороге выйти? Как мне выйти к дороге как? Ладно. Дам тебе одну волшебную вещь. Дай, дай, дай мне. Дай, к дороге. Стой. Дед. Типа навигатор такой, да? Ты смотри. Он еще и выпендривается. Хочешь навигатор? Дам тебе навигатор. Дед, ну прости. Одичал же совсем. Я ж неделю не мылся. Извини. Так. Что у нас по зеркальцу? Навигатор. Здравствуйте. Здравствуйте. Что могу я помочь тебе? Ты... Ты... Ты мне... 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 Мне как-то... 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 О, русский. Русский, русский, русский. Один момент, пожалуйста. С днем рождения. Русская версия. Что ты молчишь? Что ты вылупилась? Давай, говори, куда мне идти? Куда, куда? Иди ты в баню. Ты посмотри на себя, чмо. И в таком виде обращаться в приличный офис. Фу, козлина. Мама. Пришел узнать, нет ли чего-нибудь для меня. Ой, моя любимая баклажанная икра Балтимор. Для вас пока ничего нет. Хотите икру Балтимор? Берите. Ну, не знаю, удобно ли. А говорите, что для меня ничего нет. Хорошо, что вы пришли именно к нам. У нас уникальная система поиска вакансий. Опять войны. Я же послал вас на киностудию. Там же снимается какой-то исторический фильм. Кажется, даже доисторический. Да, вы рекомендовали меня статистам изображать молодого неандертальца. Ну, конечно, ну вот же. Вот. С вашей-то специальностью режиссер должен был вас взять просто вот с закрытыми глазами. Я тоже так думал. Но, к сожалению, он их открыл. Кино. Художественный фильм на дико... Диком западе. Привет, крошка. Эй, сэр. Где-то в этом баре видели Джека по кличке дьявол. Все время забываю это слово. Гренада, гранада. Это я, Джек. Это мне и нужно. А я бью по кличке Мухобойка. Красивая у тебя кличка, дружище. А знаешь, почему меня так зовут? Потому что я лучший стрелок на западе. Посмотри на эту стену, Джек. Гренада, гранада. Как тебя? Ты видишь? На ней сидят три мухи. Казалось бы, что мне до них? А! Ну как? Я не видел. У меня зрение не к черту. Хватит заливать. Это ведь ты завалил черного Тома, который мог выстрелом переломить перо на голове у индейца. Это ведь ты грохнул дальновидного Джо, который из винчестера мог заказать сигару на расстоянии стоярдов. Ну я... Ну, зрение у меня действительно не к черту. Ну, поверь. Что за чушь? Да ты просто трус. Гренада? Гранада? Что за слово? Фу! Выходи на улицу. Я покажу тебе, кто из нас сильнее, а! Ну ладно. Сейчас выйду. Только виски допью. А ты меня не обманешь? Да нет. Вот. возьми это в залог и жди на улице. Гренада! Гранада! Что за слово? Пять, шесть, семь, восемь. Дикий Запад, дикие люди не знают слова граната. Слушайте, давайте разберемся, а? Значит, лопатой работать вы не хотите. Обижаете? Я же ученый, павлиантолог. Павлиантолог. Черт. Слушайте. Ну как же? Вот же есть работа. Как раз, вот. Ну. Как раз для палеонтолога с педагогическим уклоном. Правда? Конечно. Требуется срочно вышибало в пивную. Сейчас это называется оператор ввода-вывода клиентов из заведения. А какое это имеет отношение к палеонтологии? Прямое. Будете клиентам кости пересчитывать. Я? Или они вам. ЗВОНОК